В Одессе наконец открыли многострадальную велопешеходную эстакаду. На два года позже обещанного срока. В мэрии с журналистами решили не церемониться, а пригласили только избранных. А вопросов у медиа за годы строительства накопилось множество. На 10-й станции Фонтан устроили целое шоу. Пригласили спортсменов и чирлидеров. А по эстакаде постановочно проехала группа велосипедистов. Нарина Щеглова побывала там ближе к вечеру и, как оказалось, в день открытия на эстакаде немноголюдно. Вот она, дорога за 71 миллион гривен. С сегодняшнего дня велосипедисты и пешеходы могут использовать эстакаду, которая ведет от Лонжерона до 10-й станции Фонтана. Ее открытие должно было состояться еще два года назад, но что-то пошло не так. То чиновники деньги не могли поделить, то перила забыли покрасить, то склон оказался неустойчив. Нам удалось увидеть лишь пару велосипедистов и нескольких прохожих. То, что трасса здоровья благодаря эстакаде стала гораздо длиннее, их радует. Мне нравится, что через дорогу не надо переходить. И для пешеходов удобно, и для велосипедистов. Гладкая, ровная. И, например, там можно ехать на велосипеде, а тут могут люди идти. Напомню, компания «Росдорстрой», которую связывают с Геннадием Трухановым, 21 апреля заявила, что достроила эстакаду. Но решить все проблемы объекта к этому времени не успели. Стройка длилась три года, а за это время ее бюджет увеличился вдвое. Эстакаду обещали открыть в июле позапрошлого года, но строительство замедлилось. Подрядчик решил сэкономить на геологических работах и произошел оползень. В результате пришлось дополнительно укреплять склон. Вторая проблема – прямо на пути эстакады появились двухэтажный паркинг «Мористеллы» с теннисным кортом на крыше и некое административное здание. Траекторию дороги несколько раз меняли. В итоге архитектура новой эстакады сильно пострадала.